Пожарная охрана Получил лейтенанта И с тех пор все немножко пошло Я был замначальником 6 пожарной части Замначальником 5 пожарной части После этого поработал немного в главном управлении Ну и теперь я работаю на учебном пункте Замначальника учебного пункта Мы подготовлены пожарных и спасателей Тульской области А скажите, а вот то, что мы сейчас видим Это ваше основное хобби, правильно? Ну да, вот мое основное хобби Изготовление фигурок Сначала они были просто пластилинами Как баловство Если честно, первое время делал вообще для ребенка Копирушки и кому-нибудь подарочки сделать И со временем оно как-то пошло Пошло потихонечку А сколько лет уже занимаетесь этим? Ну это получается где-то с 12-го года Ну конечно, все двигается вперед И у меня, естественно, в моем хобби тоже все продлилось Изначально я лепил из пластилина Потом нашел полимерную глину Ну полимерная глина, пояснимо Если вы кто-то не в курсе Это тоже такой же пластилин Но когда его запекаешь в духовке при определенной температуре Он становится твердым, в принципе, как камень, давайте так скажем Но меня все равно это не устраивало Потому что я не мог повторять фигурки Если кто-то из моих знакомых спрашивал А есть ли такая еще? То у меня, естественно, это не получалось Либо приходилось делать заново А каждый раз заново Одно и то же не получается Они все получились разные И я перешел на новый материал Вот это литьевой пластик Я начал лепить фигуры из пластилина Делать резиновые формы И отливать уже, можно сказать, даже серийно Отливать фигурки И они стали более прочными И более совершенно современными Я думаю, руку я набил с тех пор Скажите, вот вы в одном интервью сказали Что вы больше получаете удовольствие от процесса работы А не от итога Это до сих пор у вас осталось? Да, вот это, кстати, до сих пор Это в некоторых случаях у меня проблема даже Потому что я когда начинаю делать какую-то фигурку Я ее леплю, загораюсь, мне интересно Я ее делаю, делаю, делаю Дохожу до финального этапа Все, вот я ее сделаю Я смотрю, да, все красивое Все красивое На этом все закончилось То есть я ее отстал, вел в сторону Все, и забыл Я потом на нее иногда смотрю Ой, да что-то я там не так сделал Буду доделать А она-то уже сделана Все, нужно новое То есть самое основное это процессы Конечно А вы уже считали, сколько у вас на данный момент фигурок уже? Нет И даже пытаться не хочу и не пытаюсь А воплотилась ли ваша мечта сделать автопортрет? Ну, как вам сказать Почти воплотилась Я его практически сделал Это было тоже давно Это в году 15-м я его попробовал сделать Что-то получилось Но в итоге Я тогда плохо еще Не знаю даже, как правильно сказать Не умел сохранять фигуру Давайте так скажем Потому что вот полимерная глина, из которой я работал Она выцветала на свету И нужно было чем-то покрывать То есть если прямой свет попадает Краски выцветали Чем-то покрывать И на тот момент я взял и покрыл материалом Который потом резко, через несколько дней треснул И вся фигурка пошла в трещины И просто пришла в неводность То есть я на нее по своему буквально два дня на свою автопорту И больше я не брался А у вас приходит какое-то чувство вдохновения Или просто вот вы решили Вот хочу сделать фигурку То есть ничего не вдохновляет Никакие там Ни погода Ни кино А вот просто Сама навязчивая мысль Что хочет сесть и что-то свернуть Не, ну не прям навязчивая мысль Ну и непогода тоже Давайте скажем так Иногда это сама работа Потому что на ребят Ты уже смотришь Вот мы сейчас тренируем Кого-нибудь увидел Какая-то поза или еще что-то И думаешь О, смотри как интересно встал Давай-ка попробую Или просто где-то в интернете Тоже по телевизору Что-то увидел В телевизоре Смотришь что-то интересное Дай попробую И вот начинаешь пробовать И скажем так Заводишься на это И начинаешь дальше Дальше, дальше Работать с этим А правильно я понимаю Что у вас большинство фигурок Связано с пожарной тематикой? Да Даже не большинство Практически все у меня связаны С пожарной тематикой Мы еще владеем Такую информацию Что ваш сын Тоже вам помогал Когда вы маленький Но когда вы только начали Этим заниматься А на данный момент Он самостоятельно увлекается этим Или просто иногда приходит помочь? Самостоятельно он не увлекается Так как он у меня В училище в Суворовском Его практически не бывает дома Но на выходных Он со мной работает Помогает мне отливать Он знает как отливать Я ему даю задание Он сам отливает Все лепить У него пока еще не идет То есть Не загорелся он этим А вот отливка Покраска В этом он мне помогает С удовольствием И работает со мной То есть не забросил Нет, нет, нет Папу не бросай Давайте скажем так А появилась ли у вас фигурка Которая вам нравится Даже вот по сечению Какого-то времени Вот вы ее сделали Поставили И она вам продолжает Нравится все время Что она стоит Просто я наслышала Что вы говорили Когда вы завершаете работу Дня два-три И вам уже что-то не нравится Хочется что-то переделать Появилась ли такая Вот я ей говорю Нет, я же видите Головой кручу сразу Нет, такой фигурки До сих пор нет Сейчас вот последний Я говорю Вот и барельефы только Они мне дают До сих пор пока нравится Неделька где-то прошла Я на них сейчас смотрю Да, хороший И то у меня уже идеи Как их нужно переделать И сейчас на днях Наверное Можно будет браться И переделать Понятно Мы сейчас перенеслись В вашу обитель Место где вы творите Где создаются ваши шедевры Расскажите поподробнее Как это происходит И за каким местом Где вы обычно что-то делаете Может быть закреплены А не как-то Например здесь вы Лепите Там вы красите Поподробнее пожалуйста Я понял Ну обитель громко сказан Это просто моя мастерская Леплю я в основном дома Потому что как бы дома спокойно Как вы уже говорили Спокойствие Я спокойно сел Включил себе телевизор Леплю музыку И сижу спокойно Ваяю давайте скажем Так леплю Создаете шедевр Да А здесь уже идет Дальнейший процесс Когда я Начинаю К серийному производству Просто слово Мне как-то не очень нравится Когда я делаю Более долговечные Давайте так скажем Фигурки Я прихожу уже С половиной стериновой Заготовкой сюда Когда я ее полностью сделал Здесь Я делаю Длинную опалубку Заливаю резиной Вот у меня Стоит резина Здесь пластмасса После этого Резиновая форма Примерно вот такого Образца получается Вот резиновая форма Это из-под барельефа Получается такая резиновая форма Я из нее Извлекаю уже Свою мастер-модель То есть пластилиновую Далее В данную форму Заливается пластмасса Пластмасса застывает С определенным временем У каждой пластмасса В свое время жизни Так его назовем Она застывает И в итоге У нас получается Уже вот Такой барельеф Ну опять же Если говорить По зонам То смотрите Здесь у меня идет Отливка Здесь у меня идет Сборка На данном участке цеха У меня происходит Подготовка А там я крашу Специально место Отделено Потому что краска Сами понимаете Это запах Это Головокружение Может даже быть А сколько По времени у вас Занимает создание фигурки В общем В общем Нет Если брать вообще С момента Когда я начинаю лепить То здесь срока Вообще нет Я могу сесть За один вечер И что-то вылепить У меня получится А могу неделю На ней сидеть И вообще ничего То есть это наверное Зависит либо от объема работы Либо от задумки Нет Это задумка Настроение Именно как все идет От этого все Вот когда я вылепил уже форму После этого идет уже Скажем Технические Техническая сторона То есть здесь идет Формовка Сутки На то чтобы она была В резине В резине форма Я опять извлекаю Если все получилось хорошо Действительно ничего не случилось Потому что Нюансы бывают разные Я извлекаю форму Форма хорошая Я могу приступить К отливке Это где-то примерно через сутки Потом Отливаю Заливаю туда пластмассой Все мешает Опять же Если никакого казуса не вышло И пластмасса Нормально пошла В химическую реакцию То есть Затвердевать начало хорошо Это где-то еще минут Тридцать-сорок Это я жду только формы После извлечения формы Нужно заняться шлифовкой Потому что все равно Это у меня не завод Не такое серийное производство Это все вручную На коленках Я полностью вручную Все шлифую Подгоняю Если что-то не подходит Если состоит из многих деталей Допустим Голова может быть в одной отливке Руки в другой Потому что форма Не позволяет сразу отлить Допустим Какая-нибудь фигурка У которой руки в разные стороны Она так не отойдет Значит руки должны быть отсечены И потом я их приделываю на место Уже когда фигурка отлита Опять же Шлифовка опять же получается Когда-то как От 15 минут до часа Я могу с ней ковыряться После того как я ее уже все очистил полностью Идем в цех покраски Там начинается грунтовка Ну грунтовка это тоже опять же сушка минут 30 После грунтовки покраска Ну на покраску я опять возвращаюсь спокойно домой У меня акриловые краски Они не пахнут У них нет запаха ничего Я сажусь Беру кисточку И начинаю их разукрашивать Спокойно под телевизор Под музыку С кружечкой чая Не спеша их разукрашиваю Когда я уже разукрасиваю Я вижу что они у меня готовы После этого они обратно отправляют сюда В покрасочный цех Тут я покрываю уже Итоговым лаком Лак где-то тоже сутки еще сохнет Потому что Завершающий этап Завершающий этап То есть чтобы с ними В дальнейшем ничего не случилось Царапины Выгорание на свету И так далее и тому подобное А правильно я понимаю Вы их складываете на полочки Ставите, да? Ну В вашу коллекцию Где-то вы их помещаете? Ну у меня как бы нет основной коллекции В основном фигурки Они уходят Давайте так скажем Они у меня не хранятся У меня очень мало дома Что есть Это вот единицы Которые остались И то некоторые из них Которые именно у меня остались Это может быть какой-то брак Который мне Ну скажем так Стыдно отдавать Я знаю что там есть брак Я его оставляю себе Потому что я знаю что там Как там И она мне просто лежит как память А все остальные Они уходят Ну что ж Александр Как говорится Совершенству нет предела Мы хотим пожелать вам успехов В ваших дальнейших работах Процветания Достижения Все больших и больших высот Спасибо большое Спасибо вам